ДИЗЕЛИ ДИЗЕЛИ сразу начался так, только не ворота самого соперника, за что подряд дважды поплатился удалениями. Этим Торос не применил воспользоваться. Кирилл Полозов подставляет клюшку под пас Голованова и открывает счет. Не проходит и минуты, как пензенцы получают второй быстрый гол. Весь первый период хозяева наращивали темп, порвались увеличить преимущество, но забросить нефтеканцам так и не удалось. Серьезно настраивались, в результате пропустили быстрые два ненужных гола. Теперь хотим наверстать и пучино, стараемся исправить положение. Ну и не повезло, были моменты у нас неплохие, также вы играли в большинстве. Где-то нефортуна на вашей стороне сегодня. Во втором периоде хозяева льда снова отметили с быстрым голом, который записал себе в актив новичок команды Сергей Сентюрин. Усилия гостей по сокращению счета лишь к концу второй 20-минутки все-таки увенчались успехом. Нефтекамский голкипер не успел среагировать на бросок. Надежда на положительный исход встречи пензи подпортил своим голом в раздевалку Владислав Лучкин. Встречу с дизелем болельщики окрестили магической, и дело не только в дате 11 ноября 2011 года. У команд оказалась приблизительно равная сумма пропущенных и забитых шайб. За три сезона команды выиграли и проиграли друг друга одинаковое количество раз и почти с одним счетом. Хоккеисты народ суеверный, хотя автор четвертой шайбы Владислав Лучкин считает, что на цифры надейся, а сам не плашай. Да нет, в принципе не верю, а что такого. Играем как обычный матч, то есть без разницы, какие цифры на табло, какие цифры на календаре. Обязательно надо выиграть и все. В третьем периоде Торос не изменяет себе и не дав сопернику опомниться, на первых секундах забрасывает еще одну быструю шайбу. И весь период не Дизель пытается отыграться, а Нефтеканск стремится увеличить счет. Это удается лишь к концу матча. Егор Дубровский делает итоговый счет окончательным. 6-1 в пользу Тороса. Сразу после матча Нефтеканцев поздравил прибывшую на игру экс-тренер Салавата Юлаева Сергей Михалев. Сегодня приехал, окунулся в эту атмосферу. Команда уверенно выиграла. Надо сказать, что счет достаточно серьезный. Понравилось то, что очень хорошо болеют. Поведай, ребята. Очень хорошо болеют. Болельщики принимают команду. И самое главное, что команда играет. Команда забивает. Команда, скажем так, работает на льду. Первые две шайбы пропустили, считаю, быстро. И где-то свои моменты потом не забивали. Соперник в свои моменты использовал. По игре моментами где-то даже переигрывали. В целом результат сам за себя был. На послематчевой пресс-конференции наставник Нефтеканских глыб Василий Чижов отметил, что в этой встрече все пятерки внесли свой вклад в общую победу. А крупный счет не убаюкает команду. У нас этот счет не убаюкивает. У нас есть над чем работать. Единственное, что попросил ребят, мы уже, как говорится, на раскатке предыгровой играем уже оборону. Попросил сыграть построже в обороне. Но я думаю, что у нас это получилось. 13 ноября Торос принимал у себя Саратовский кристалл и без труда заработал еще три очка, отправив четыре безответные шайбы в ворота гостей. Во вторник, 15 ноября, нефтеканцы скрестят клюшки с Ладой. Мы болеем за Торос. Полина Сюткина, Ильшат Исламов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова